Слово Вселенная обычно пишут с большой буквы. Правильно ли это и всегда ли надо писать его с большой буквы? И вот здесь правильный ответ зависит от того, вообще единственная ли Вселенная. Или их может быть много. Другой такой эпохальный вопрос – это конечность или бесконечность Вселенной. Значит, правильный ответ, строго говоря, мы не знаем. Мы не знаем. То есть наше измерение… Штерн в 21 веке не знает, конечная или бесконечная Вселенная. Вот как вот можно это не знать? Вселенная – это материя, расположенная в пространстве. В современных трактовках это всё пространство, и материя в нём заключённая. Так вот, пространство в плане своих свойств известно. Известно, что у пространства нет такого свойства, как окончание, законченность, обрушенность. У пространства нет такой штуки, которая может закончиться. А товарищ Штерн в 21 веке врёт, что наука не знает. Мы не знаем, кто это – Штерн не знает, или это всё-таки учёные не знают. Если я отдельно Штерн, так, ну ладно, печать на лоб Штерн, мы вас будем отличать от учёных. Учёные знают, наука знает, что пространство – нескончаемый объект, у него нету свойства. А то есть ты врёшь просто ребятишкам, врунишка. Ничего не могут сказать по поводу того, конечная Вселенная или бесконечная. Измерения показывают, что это где-то на границе. То есть она отличить от бесконечной Вселенной мы ничего не можем. Мы только знаем, что то, что мы видим, это её маленький кусочек. Ну, если вы знаете, что вы видите маленький кусочек, значит, есть продолжение. И по аналогии как-то можно уже было сообразить при наличии мышления. Объяснилось, что такой фон. Несколько рисунков будут важные. Это недавний снимок телескопа Джеймса Рэбба. Это глубокий обзор, то есть он долго смотрит на одно место. И это поле зрения, оно направлено, специально выбрано. Достаточно массивное скопление галактик, которое сильно линзирует всё, что находится за ним. И вот эти вот дуги, видите, дуги такие? Это линзированные галактики. То есть они линзируются, линза плохая, она там, аберрации жуткие. Так вот это аберрации тех галактик, они именно так дугой и вытягиваются. А если там точно что-то попадёт, вообще может круг получиться. Так называемый Эйнштейновский круг. И мы видим, что там горизонт. Мы дальше не видим. Вот обратите внимание, линзирование, оптический эффект, отклонение фотонов массой. И тут он с оптического эффекта перескакивает на релятивистский эффект. Это эффекты искривления пространства. Вот отклонение пучка фотонов – это изменение траектории. А искривление пространства – это не искривление траектории. Это полностью искривление воображаемого массива. То есть путается, подменяет по-одно другим, обманывает детишек. Мошенник. А что за горизонтом? Это другой вопрос. Конечное или бесконечное? Значит, по этому поводу, в прошлом веке, конечно, все думали, что Вселенная бесконечна и вечна. И просто другое было себе представить очень тяжело. Это на самом деле простейство. Вот прикиньте, в прошлом веке все думали, что Вселенная бесконечна и вечна. Ну да, она бесконечна и вечна. А потом пришли дуры и так продвинули науку, что сейчас они не могут сказать. Что же там? Ученые не могут сказать. В прошлом веке знали, а сейчас сказать не могут. Это контузия. Это контузия. Когда вы знаете, а потом раз, и уже не знаете. Случилось с вами что-то. Это на самом деле простейший выход. Вот такой ментальный. Мы видим большое пространство, много звезд. А где конец? Как мы представим себе конец? А никак. Значит, бесконечное. А как мы представим себе начало или конец Вселенной? А вот попробуйте, представьте. Сейчас-то мы представляем. В 19 веке это было себе очень трудно представить. Понимаю? Сейчас они представляют начало и конец Вселенной. Вышептать, зараза, не могут. Они когда-то представляют, что угодно, а вышептать не могут. Поэтому, значит, вечное. И тогда встает детский вопрос. Почему ночью небо темное? Есть даже книжка, которая так называется. Это вот, почему небо темное? Это вот детская наивная проблематика. Им кажется, что оно не должно быть темное. Потому что там должны все звезды светиться. Нет физических оснований для этих слабоумных выводов. У нас, во-первых, не все объекты светятся. Во-вторых, в любой взвесе, очерчивающий луч, рано или поздно упирается в темное тело. Все. Просто в тело упирается. А поскольку есть процентное отношение светящихся тел и не светящихся, то любая горошина перекрывает собой значительный телесный угол, уходящий с точки вдаль. Следовательно, перекрывает собой и галактики, и звезды, и так далее. Нет у этой проблемы. Проблема придуманная, надуманная. Бедняжки не смогли сосредоточиться, вы повторяете за ними. Это хороший вопрос, на самом деле. Потому что, если Вселенная вечная, то она вся наполнится светом звезд. То есть, придумали вранье. Если Вселенная вечная, она вся наполнилась светом звезд. Вот вранье. Вот средневековое безмозглое вранье. Вот он этим занимается. Это мошенник Борис Штерн. Лекторий Живого Слова. Его пускают на центральные каналы. Он как бы... Над ним смеются студенты, да? Открыто. Но его пускают на центральные каналы. Это популяризация невежества в 21 веке. И куда мы не посмотрим на небе, всегда наше лучшее зрение упрется в звезду. Это, в общем, школьная задачка. Это просто самому понять. Вселенная бы вся сияла, как поверхность звезды. И это бы называлось тепловой смертью. Потому что... И куда мы не посмотрим, на небе всегда наше лучшее зрение упрется в звезду. Это, в общем, школьная задачка. Это просто... Вот смотрите, вот врет. А почему он не может в планету, в темную планету упереться? Почему не может лучше? В Луну упереться. В Марс, Сатурн. Это только в рамках нашей Солнечной системы. А сколько тел в нашей Солнечной системе, даже вот названия не имеющие, только номера там какие-то. Почему луч не может в это во всём упереться? Он какой-то избирательный луч. А если нет, зачем ты врёшь-то, что в звезду? Кроме звезды ни во что. То есть, когда ты фальсифицируешь данные, у тебя ни во что, кроме звезды, луч не может упереться. Вы мошенник, Борис Штерн. Просто или безграмотное чудо, или мошенник. А скорее всего, и то, и другое. Безграмотный мошенник. Просто самому понять. Вселенная бы вся сияла, как поверхность звезды. И это бы называлось тепловой смертью, потому что такой вселенной жить, конечно, невозможно. Нагреты там до тысячи градусов Цельсия. В XX веке поняли, что Вселенная точно не вечна. Вопрос по поводу его конечности и бесконечности дискутировался довольно долго. И вот я вам сейчас скажу ответ на это. Это вот скатывание цивилизации. Да, вот были известны точные данные о науке. Потом собралась группа млекопитающих и начала тупить. Вот дурочки такие собрали. Есть цивилизация, есть строгие научные факты известные. Потом дуры начинают собираться в кучу, такие стоят, шепчутся. Теория относительности, Лобачевский, пространство Минковского. Собираются в кучу, в кучу такая, больше-больше. Собираются туда все дуры, да? И они их сгоняют настоящих ученых. Дуры собрались в кучу. И дальше пошло, поехало по плану. Пространство нереальный объект. Это способ вычисления пространства, да? И пошло нагромождение. Вот цивилизация шла, шла, шла. Потом раз, в этой точке дуры собрались такие. И развитие цивилизации прекратилось. Цивилизация пошла под откос. Вот это передний край маразма. Борис Штерн. Я вам сейчас скажу ответ на этот вопрос. Строго мы не знаем. Но почти наверняка она конечна. Потому что рождение бесконечной Вселенной. Мы знаем, что Вселенная родилась 14 миллиардов лет назад примерно. И тогда они знали, что она не рождалась. Сейчас она у нас родилась. Вот этот вот маразм. Любую теорию притаскивают. Дурочки, они начинают там лопотать. Большой взрыв, большой взрыв, большой взрыв. Для тех, кого с нами не было справочного. Большого взрыва не было. Черной материи, темной энергии не было. И так далее. Черных дыр нет. Это все фейки. Которые вот эти вот маразматики, врунишки, безграмотные, псевдоученые. Деятельность имитирующая научную, но по сути таковой не являющаяся. Вот эти вот жулики пиарят вот эти вот безграмотные версии. 14 миллиардов лет назад примерно. Рождение бесконечной Вселенной представить себе практически невозможно. И так, для тех, кого с нами не было. Рождение бесконечной Вселенной представить себе практически невозможно. Вот в принципе для науки неважно, смогло млекопитающее что-то представить. Не смогло. Вселенная, она бесконечна. Рождение представлять не надо. Рождение придумали дурочки. Вот дурочки сидели. Если валенок есть, значит валенок родился. Если Вселенная есть, значит Вселенная родилась. Если пространство есть, значит пространство родилось. Ну все, им вот так вот захотелось. И поэтому они на этом зависли. Безграмотность. Если она бесконечна, значит она всегда была бесконечна. Значит она сразу родилась бесконечной. Что тогда было 14 миллиардов лет назад? Сразу тупик. И вот обратите внимание, вот именно 14 миллиардов лет назад родилась и все. Вот сидел тут такой, воск выпал. И с того момента 14 миллиардов лет. Вот этот вот хаотичный набор фактов надевается на представление млекопитающего мира. И оно ради этого отвергает факты. Оно становится неуверенным. Оно неуверенно. Есть научные факты, да? И оно неуверенно. Родилась там, начало, конец, есть край, нет, бесконечная, конечная. Просто расстройство мышления. Сразу тупик. Если мы допустим, что Вселенная конечная, я сейчас покажу, как это себе представить, конечную Вселенную. Тогда все сразу решается, все становится легко. Тогда млекопитающему становится легко думать, и оно поэтому отказывается от здравого смысла, от науки. Оно выбирает версию, когда млекопитающему легко. Я объясню, что такое легко ближе к концу. На самом деле, конечно, не легко. Легко это так вот. На уровне спекуляции, то, что называется. Но гораздо легче, по крайней мере, представить себе рождение конечной Вселенной. Так, что такое конечная Вселенная? Опять же, фон. Значит, что такое... Вот, между прочим, он сейчас раскрывает таинство достижения маразма. Как представить себе конечную Вселенную? Как себе представить конечное пространство? Не выделено какую-то область в пространстве, а вот совсем оконченное пространство. Вот так вот шли-шли-шли, бас, тут пространство кончилось. Все. Как это представить? Таинство достижения маразма нам предоставляет Борис Штерн. Такой фон. То же самое, что первый рисунок, только первый это компьютерная симуляция, это реальность. Это Вселенная. Значит, каждая точка это скопление галактик. Это цифровой обзор неба. Ну, то есть, это огромное количество данных, огромное количество труда и работы всяких телескопов. То есть, тут многие телескопы, видимо, участвовали. И вы видите эту сетку, только менее выраженную, конечно, чем на симуляции, потому что это все труднее, потому что здесь темная полоса, значит, по экватору. Это галактика, где ничего не видно, там пыль, все затмевает. Вот. И здесь, как это, разные глубины, они мешают увидеть вот такую четкую сетку. Но, тем не менее, тем не менее, видно. Так вот, как все-таки представить себе конечную Вселенную? Ну, давайте разбираться. Мы можем себе представить конечную двумерную Вселенную. Вот это легко. Представьте себе сферу. И поверхность сферы, не объем ее, а именно поверхность. Мы можем себе представить конечную двухмерную Вселенную. Вот сразу по обмену на терминов. Вот Вселенная – это что-то конкретное должно быть. Вот первый закон логики. Имеет ни одно значение, значит, не имеет ни одного значения. Если у слов нет значения, значит, утрачена всякая возможность рассуждать друг с другом об действительности и самим собой. Ибо невозможно мыслить, если не мыслить что-нибудь одно. То есть, мы мыслим, Вселенная – это конкретно вот этот объект. Это бесконечное пространство, заполненное материей. Все. Либо старая трактовка. Вселенная – это выделенная какая-то область, состоящая из пространства, из части пространства, заполненного какой-то материей. А за ней это внешний уровень продолжения того же пространства, того же материи. Но уже мы почему-то это не считаем Вселенной. Хотя бы потому, что мы не смогли это еще наблюдать. Например, так. Сейчас же он нам говорит о какой-то двумерной Вселенной. То есть, он нам говорит либо о поверхности, либо о плоскости. Подмена терминов. Вот товарищ… Мне нравится еще двухмерная конечная Вселенная. И представьте сферу. Видно. Так вот, как все-таки представить себе конечную Вселенную? Ну, давайте разбираться. Мы можем себе представить конечную двумерную Вселенную. Вот это легко. Представьте себе сферу. И поверхность сферы, не объем ее, а именно поверхность. Есть Вселенная. Представьте, что вот эта ручка, этот фломастер – это оксус. Ну, вот что попало, говорит. Представьте, что эта поверхность – это Вселенная. Это не Вселенная. Это просто поверхность. Вот поверхность и Вселенная – это разные понятия. Атмосфера, не объем ее, а именно поверхность. Есть Вселенная. Веруйте мне, поверхность – это Вселенная. Вот этот вот маразм. Представьте себе непредставимое. То, что не соответствует здравому смыслу. То, что не соответствует логике. Запомните. Поверхность – это Вселенная. Представьте ее, что шкурка яблока – это Вселенная. Ну, вот что? Что не так-то? Шкурка яблока – это Вселенная. Представьте дурость. Так и говори. Представьте глупость. — Где, допустим, живут какие-то двумерные существа, и свет ходит по поверхности этой сферы? — Двумерные существа. Двумерный атом невозможен. Существо не может ни с чего состоять. Существо воображаемое. Значит, это не существо, это такая тень маразма Бориса Штерна, распространяющего на некую поверхность, выдающая по принципу недостаточного подпитки мозга по причине кислородного голодания странными образами, которые выдают за науку деятельность, имитирующая мыслительную, но по сути таковой не являющуюся. — Где, допустим, живут какие-то двумерные существа, и свет ходит по поверхности этой сферы? Допустим, мы провели сетку координат, поместили себя сюда и сетку координат относительно себя. Значит, что здесь? Если это стационарная Вселенная, то есть если это сфера постоянного размера, мы можем увидеть, а здесь звезда, мы увидим эту звезду так, и мы увидим эту звезду вот так, с двух противоположных сторон. Искали? Какие квазары? Не нашли, слава богу. Значит, теперь, а что еще можно? Можно совершить кругосветное путешествие, отправиться в одном направлении и прибыть с противоположного. — Давайте представим себе какую нелогичную хренатень и дальше начнем промотать. Про путешествия, про какое-то соплижуйство. А потом, вы поняли? Да. — Быть с противоположного. Это вот простейшая модель замкнутой Вселенной. Но что здесь не так? Что все равно корежит наше воображение? Потому что мы-то живем в трехмерном пространстве, а здесь двумерное. — Что здесь не так? Что корежит наше воображение? Интересный вопрос. — В трехмерном пространстве, а здесь двумерное. И человеку, не обладающим математическими мозгами, нужно сделать усилие, чтобы два измерения перевести в три. — Что здесь не так? Это человеку, не обладающим математическими мозгами, нужно сделать усилие, чтобы два измерения перевести в три. Вот человек, который два измерения считает двумя измерениями, а три — тремя, он смог сосредоточиться. Но чтобы переводить, это вообще процедура не нужная. — В принципе, это легко. То же самое. Смотрим, звезда там, квазар там и квазар там. Да, что на самом деле нет. Но допустим, допустим, наша Вселенная стационарная, тогда бы это было, тогда бы мы это увидели. Этот пример немножко запутывает тем, что мы видели сферу с третьего измерения. Без третьего измерения мы бы ее не смогли увидеть. — То есть человек бормочет. Если плоское путать с объемным, то вот он дальше бормочет. Вот это вот бормотание выдается за науку. Вот это вот все стыдное, позорное бормотание о плоском и объемном, о перепутывании, о подмене терминов. Вселенная подменилась сферой. Ну как бы как вот так запомнить это же похоже. А что здесь сложного? Бормотание мы бы ее не смогли увидеть и представить себе. Нужно ли четвертое измерение для нашей Вселенной? Не, не нужно. Ну а представьте себе пузырь, огромный пузырь, мыльный, с тоненькой пленочкой. И на этой тоненькой пленочке живут какие-то такие плоские существа. По поверхности они там бегают, они там развелись. Мне кажется надо прибинтовать вот таким вот ученым, надо прибинтовывать к голове подорожник. Немножко удобрения, может он прирастет там, будет отличаться как-то сразу по внешним признакам. Вот человек с подорожником на голове, значит вселенная поверхность. Вот. И они не могут почувствовать вот этих самых лишних измерений. А есть они или нет, эти лишние измерения у нас? У нас. А мы не знаем. Вот как не знаем, бедняжки, вот как вы не знаете, есть они или нет. Вот если человек может сосредоточиться, то он знает, есть или нет лишние измерения. Вот он берет там, сразу первым делом он определяется, о каких измерениях идет речь. О пространственной протяженности, то есть вот подобном направлении протяженности, это геометрическая мерность. Вот человек смог сосредоточиться или не смог. Если смог, значит он знает, о каких измерениях идет речь. Тогда выбора-то нет. Вот раз мерность, два мерность, три мерность, три геометрических мерности. И следующая мерность идет, она совпадет с предыдущей, с одной из исходных, потому что они задаются через прямой угол. Совпало, значит это одно и то же. То есть экспериментально установлено, что мерности три. Этот эксперимент несложен. Даже вот если вот часть мозга изъять, вы все равно сможете сосчитать сколько мерности. Как бы вообще. А физик, он по-моему молчанию должен сосчитать. Как это же? Несложненько. А вы говорите, что мы не знаем. Как это вот? Ну бронишка или бедняжка. Или вот правда не может сосредоточиться? А есть они или нет, эти лишние измерения у нас? У нас. А мы не знаем. Потому что есть такие теории. Мир на бране. Ну броня это... Мы не знаем, потому что есть теория. Вот представьте, да, вот вы знали, что у вас две руки, да, а потом перестали знать. А мы не знаем, сколько у нас рук. Потому что есть теория. Мир с четвертой рукой. Она у нас находится между третьей и пятой. Все. Есть такая теория. И теперь мы не знаем, сколько у нас рук. Потому что есть теория. Если какая-то дуронька или не дуронька придумала какую-то теорию, это не значит, что в реальности что-то меняется. Вот дуры могут придумать любые теории. К реальности это отношение не имеют. Если теория не является констатацией, если теория не описывает реальные факты, а вымыслит, то это бормотание. Деятельность имитирующая научную, но по сути таковой не являющуюся. Это редуцированная мембрана. И эти лишние измерения, ну, большое измерение, там четвертое, скажем, пятое, они для нас заблокированы. Просто потому что мы живем на очень такой, очень напряженной пленке, за пределы которой мы не можем, ни одна частица наша не может выскочить. Это брано. Такие есть теории, но они плохи тем, что это лишние сущности. Их, в принципе, не обязательно. Все и без них прекрасно получается, прекрасно описывается. То есть лишних измерений... Вот вы человека спрашиваете, сколько время? Он говорит, вот пришла курочка, зернышко поклевало, прыг-прыг на дерево залезло. Он спрашивает, а при чем курочка? Сколько время? А потом воробушек прилетел. То есть полная несвязность мышления. Есть такие теории? То есть лишних измерений может не быть. Это необязательная лишняя сущность. А может и быть. Есть такие теории, многие теоретики этим очень увлекаются. Ну, это то, что я уже проговорил. Что-то я не люблю забегать вперед. Теперь можете посмотреть глазами на то, что я говорил только что. Вот. Шарик здесь не случайно. Почему? Потому что шарик можно надувать. И тогда Вселенная наша на поверхности шарика будет увеличиваться. Наша Вселенная тоже надувается. В стационарных Вселенных, вообще говоря, не бывает. Потому что это надо прилагать специальные усилия, очень такие... Подводят к тому вранью, что наша Вселенная типа расширяется. Вообще это некорректная трактовка результатов, обман и так далее. Если какое-то изменение есть, то это для наблюдаемой части Вселенной, не более того. В большинстве случаев это некорректная трактовка результата. Очень такие суровые усилия, чтобы стабилизировать Вселенную. В физике стабилизировать, в теории стабилизировать. Надо подгонять константы друг к другу, чтобы силы, расталкивающие Вселенную, силы ее сжимающие, точно уравновесить. Так, ну подождите, это вот он начал бормотать нам, рассказывать о том, как закончится пространство. Сейчас вы поймете, как закончится пространство. Показал нам шарик, подменил понятия и что, все. И пошел гнать гусей в другую рощу или что? Или вернется? Это, в принципе, можно, но это равновесие будет неустойчивым. Эйнштейн пытался это сделать. Это он сразу построил свою теорию, увидел, что Вселенная там нестационарна. Он пытался, значит, вводить лишние члены в свои уравнения, чтобы Вселенную застабилизировать. Но ему быстро указали, что там все равно ничего не получится, что равновесие будет неустойчивым. Вот, в принципе, хорошие слова. У них действительно равновесие-то отсутствует. Вот эта модель большого взрыва – это маразм. У них обвал Вселенной получается, мы неоднократно об этом говорили. И сейчас он тут как бы рассказывает историю, когда им уже об этом рассказывали. Рассказывали Эйнштейну, что равновесие не получается, и тут он это… Вот они как бы… фрагменты информации у них какие-то с мозгом совмещаются, но это не имеет откликовых сознаний, допустим. Вам только что оторвало ноги. Хорошо, мы бегаем дальше. Все, он без ног бегает, он думает, что бегает. У него картинка меняется перед глазами его воспаленного воображения. Значит, теперь, Вселенная расширяется – это факт, медицинский факт. Мы это наблюдаем. Вот, да, хорошо сказал, медицинский фактор – это расширяется у каких-то группы больных, Вселенная расширяется, которые не могут сосредоточиться. У нормальных ученых она не может расширяться. Вот, по объективным данным, Вселенная расширяться не может. Может расширяться только наблюдаемая часть Вселенной, какая-то часть. Какая-то другая может часть сжиматься. Вот, если у вас расширяется Вселенная, то это медицинский факт. Вы долбанулись, если она у вас расширяется. Вы тормоз не способны сосредоточиться, если у вас расширяется Вселенная. Вы мошенник, вы шарлатан, если у вас расширяется Вселенная. Вы жулик, вы просто бездарь, жулик, если у вас расширяется Вселенная. С какой скоростью она расширяется? Есть такая постоянная хаббла, вот, наверное, часто встречаются в литературе, там всякие слова. Оптический эффект выдают за прямое свидетельство физического явления. Прямого следствия между первым и вторым нет. Вот это косвенный признак, по которому она может расширяться, может другой какой-то фактор срабатывать. Это не прямое следствие. Если вы не прямое следствие выдаёте за медицинский факт, то медицинский факт примите, что вы не смогли сосредоточиться или не способны сосредоточиться. Вот когда люди не способны сосредоточиться, упорно не способны, это медицинский факт. Споры по поводу постоянной Хаббла, и проблема постоянной Хаббла. Что это такое? Это скорость удаления галактик в зависимости от расстояния. Так, иными словами, если кто-то понял из этого монолога, где же закончилась зараза пространства, то мне, по крайней мере, этот материал перескочил на другую мысль. Вот ролик мы осмотрели 13 минут ровно. Ролик продолжительностью 1 час 34, то есть мы 10% посмотрели. Если у кого-то настырность есть, досмотреть вот это вот слабоумное верещание, полоумное вот это вот бормотание, прыгание с вопроса на вопрос, несвязное. И вы там встретите, где же он зараза сознается, как именно у него закончилось пространство Вселенной. Пожалуйста, напишите под этим роликом хронометраж этого момента. Ну, скорее всего, нету его. Скорее всего, Штерн просто об этом побормотал, сделал вид, что он приблизился к объяснению, где там окончилась у него Вселенная. Это вот обычное средневековое жульничество, которое имеет место в 21 веке. А вот тут... Так, 11, 43, как расширяется Вселенная? 15, что такое горизонт Вселенной? 18, как измеряют расстояние? Почему 20, 31, почему пространство плоское? Ну, загадки темной материи, карта реликтового, размер Вселенной в младенчестве, что такое большой взрыв? Так, ну давайте. Так, пространство плоское. Так, это что, одно исключает другое? Ну, давайте зайдем еще на 20 минут. Пространство может быть плоским, может быть кривым. То есть, трехмерное пространство, ну, плоский здесь немножко запутывает слово, потому что плоский, это иногда мы представимся как двумерный. Скорее, правильный термин епклидова. То есть, опять, подмена термином, значит, он и здесь тоже про это не рассказывает. Короче, не сможет он это рассказать, потому что этого вообще невозможно рассказать. Это просто глубокий маразм. Ни один из этих млекопитающих никогда вам не расскажет, как заканчивается пространство. Потому что, какое свойство у пространства заканчивается? Потому что это рассказать технически невозможно. Можно тупить об этом, что-то там бормотать, но поведать на связанном языке, связанном изложением, каким-то логически обоснованным, это невозможно. Потому что пространство реально не может закончиться, у него нет такого свойства. То есть, мы смотрели, сколько-то минут вот этого товарища жулика Бориса Штерна. Человек этот должен либо сидеть в тюрьме за свои злодеяния, за обман широких масс населения, посредством лженаучных, инвазивных теорий, принесенных с целью оболванивания широких масс населения, доведения их до скотского состояния в мыслительном плане. Вот этих вот мошенников им надо просто уши обрывать, в зачетку вкладывать и на пересдачу их отправлять. Вот это вот жулики конченые. Ух, ах, эх. С вами был Виктор Катючек, канал «Научный трибунал». Мы посмотрели «Мошенника» сейчас, Бориса Штерна. Кстати, товарищ Штерн, приглашаю вас в любое время, для вас канал всегда открыт. Мы поможем вам в случае, если вы обратитесь медленно и печально, вежливо и аккуратно с вами побеседуем. Покажем ваши научные знания всем людям. Если не боитесь, приходите, будем ласковы. С вами был Виктор Катючек, канал «Научный трибунал». Имеет не одно значение, значит, не иметь ни одного значения. Если у слов нет значения, значит, утрачена всякая возможность рассуждать друг с другом, а в действительности и самим собой, ибо невозможно ничего мыслить, если не мыслить что-нибудь одно. Это первый закон логики. Но. Но. Но дуракам закон не писан. Если писан, то не читан. Если читан, то не понят. Если понят, то не так. Сосредотачивайтесь, подписывайтесь на наш канал, разносите нашу информацию по интернету. С вами был Виктор Катючек, телеканал «Научный трибунал». Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»